Всем привет! Вы на канале ОНОК. Меня зовут Татьяна. Хочу представить вашему вниманию коллекцию штофов. Их у меня на сегодняшний момент 8. И не планировала я их собирать. Это случилось спонтанно. Когда в комиссионном магазине я разбила вот эту несчастную статуэтку, и для того, чтобы эти были пингвины в наборе, я докупила два штофа ЛФЗ. И сегодня вы видите, что так и не появилась у меня головка, но появилась вот такая крышечка. Эта крышечка принадлежит штофу, который я хочу сегодня представить и рассказать немножечко именно о нем. И он милостиво поделился своей пробочкой для пингвина ЛФЗ. Этот штоф подарила мне моя тетя, когда я гостила у нее на даче. И я стала смотреть, что же это за штоф. Это штоф Иркутского фарфорового завода. Так написано на клейме. Я сейчас вам покажу. Это завод Хайта. Клеймо, которое на этом штофе, ставили в 1957 по 1965 год. Это клеймо ставили с 1957 по 1965 год. Но там есть буквы ХФС. Затем, может быть, кто-то помнит, был фарфор и там клеймо Соболь. Это тоже вот этот самый завод. Он организован был в 1869 году братьями Переваловыми Филиппом и Данилом. Расцвет завода пришелся на 1898 год. В чем уникальность этого производства? В том, что глина эта добывается на месте, и она отличается вот такой белоснежностью. И акцент был именно на цвет этой глины. Я уже посмотрела произведения этого завода. Там есть и шкатулки Байкал и Ангара, которые сегодня стоят от 4 до 9 10 тысяч. Статуэтка рыбаки. То есть тематика была вот такая сибирская. И многие узоры, и роспись по фарфору. Именно сибирская природа. Ну, а в советское время завод этот получил довольно-таки небывалый размах. И фарфор был агитационный. Вот что мы и видим, скорее всего, вот такие элементы. Наверное, это посвящено было полету человека в космос. Я так думаю. И на заводе в советское время была творческая мастерская школа крупномосковой живописи. Художник Алёшина. Вот, наверное, здесь вот это мы и видим. На этом штофе. И я изучила ассортимент, тот, который представлен сегодня на рынке. И заказала ещё один штоф. Штофы завод выпускал самые разнообразные в советское время. Это снежно-белый фарфор, штоф-конь, который сегодня стоит 800 рублей. Штоф-рыбак, который стоит 14 500. Есть штофы без крышечек по 200 рублей, но они совсем с износом. Штоф-сокол, горностай, белка, соболь. Выпускал в завод также плакетки с символикой советской. А в те далёкие годы, в XIX веке, на завод братья пригласили кжельских специалистов. И также с императорского фарфорового завода. И китайских, и японских специалистов. Ну вот в советское время завод был реконструирован. Производство было очень сильно расширено. Завод славился в советское время, хотя сегодня, в общем-то, ничего о нём мы не слышим. Потому что он практически не работает. Есть ещё там небольшое производство, но завод в полном запущении. Если посмотреть фотографии, там и дыры, и в потолке, и в стенах, и везде. А в советское время даже был гимн хайтинских формовщиков. Хайту прославим. Мы выполняем план любой. Своими славными делами завод ведём мы за собой. Ну и вот несколько лет назад я приобрела вот такую супницу. И тогда я ещё не знала, что это хайтинский фарфоровый завод. А продавец-консультант немножко ввела меня в заблуждение. Сказала, что ей 100 лет. Но клеймо от 1957 года до 1965 года также на этой супнице. Поэтому ей около 50 лет, но никак не 100. И как раз вот этот белоснежный фарфор, которым славился этот завод. Вот такой вот белоснежный. Клеймо супницы. Завод выпускал также детскую посуду с рисунками из сказок, с детскими сюжетами. Есть известная статуэтка Якут. И последний штоф. Совершенно штоф без износа. Клеймо нет. Это вот собрат вот этого хайтинского штофа из одной семьи. И вот он достался теперь мне. И украшает мой шкаф. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.